Киралус приехал из Египта. Уже три с половиной года он учится в местном медицинском университете. Мечтает стать окулистом. Сейчас у студента нет проблем с русским языком, но начиналось его пребывание в России печально. Когда мы приехали, мы вообще были одни, я был только с другом, мы ничего не поняли. Следующий день сразу хотел в магазин. Самый первый вопрос, он говорит, наличка или карта, я не понял, это что-то такое. Я просто так стоял и не понимаю, потом большая очередь стоит за мной, и люди начали злиться, я ничего не понимаю, я просто ушел, я ничего не купил. И это правда, эту ситуацию я не могу забывать, потому что я в этот день не ел ничего из этого. Сейчас у Киралуса остается лишь одна проблема – погода. Он до сих пор старается зимой поменьше находиться на улице. А вот Аджайи, она тоже будущий врач, почти адаптировалась. Когда я приехала сюда, очень было холодно для меня, потому что там, в Нигерии, у нас вообще жарко, но здесь вообще холодно, очень тяжело. Я думаю, что погода неплохая, просто нужно одевать тепло, потеплее. Праджавал поступил в Тюменский медицинский университет в 2018 году. В первое время здесь главными проблемами для него были плохое знание языка и местных особенностей обучения. Была одна девушка, и она мне помогала. Она даже со мной заходила в магазин и спрашивала, что ты хочешь, что не хочешь. И мы все покупали. В каждой стране есть плохие и хорошие люди. Хорошие мне помогали, а плохие меня, конечно, обманули. Когда я приехал, я выступал в университете, меня как со выступления обманули агенты. Говорили, что за каждый год надо платить миллион рублей. Наученный горьким опытом, Праджавал предложил устраивать встречи иностранных студентов. На них можно делиться опытом и оказывать необходимую помощь. Первую встречу мы планируем провести в понедельник, 29 числа, в 18.00 в студенческом центре Тюменской области на Симакова, 21. И еще мы в дальнейшем планируем на эти встречи приглашать не только иностранных студентов, но и местных тюменских студентов, чтобы обмениваться как раз новостями. На встречах с иностранными студентами можно будет не только общаться и помогать, но и узнавать о традициях тех стран, откуда приехали ребята, пробовать их национальные блюда и, главное, заводить новых друзей.